Житие романаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита, Пресвято-Троице-Серьговой Лавры. Беседа третья. Романах Варнава – духовник Гефсиманского скита. Часть третья. Свято храня апостольский завет, все у вас да будет с любовью. И романах Варнава действительно только и жил этой любовью ко всем. А любовь – поистине великая сила. Непрестанно вытесняя из сердца человека самолюбие и преисполняя его собою, любовь неудержимо стремится излиться и на все окружающее. Так и в жизни старца Варнавы. Во всяком деле и слове его, всегда и во всем светилась она. И ничто иное, как она же, эта евангельская любовь, овладев семью его существом, поставила его на высоте положения и признания как народного старца. Не обращая внимания на себя, свое постоянное переутомление, всегда бодрый, жизнерадостный, и романах Варнава даже одним своим видом вдохновлял и как бы оживлял всех вокруг себя. С каким терпением, бывало, ждут благословения и духовные беседы усталые, часто больные богомольцы за сотни верств, пришедшие для этого сюда, и какие оживленные, радостные выходят они из кельи родного батюшки, забыв всякую усталость. С каким истинно отеческим вниманием и добротой он принимает бывало духовное чадо, с детской доверчивостью, открывающие пред ним все тайники души своей и ищущие отеческого наставления. Он обращается с таковым, как с больным ребенком, осторожно, снисходительно, когда видеть его малодушным, нравственно слабым, и серьезнее и строже, когда уже взятый на попечение духовно возрастет и окрепнет. «Вся жизнь моя прошла», – говорит один из преданнейших духовных детей старца, под отеческим попечением родного батюшки. И если бы не ум, не знаю, что было бы со мной теперь после всего того, что выпало мне на долю в жизни. Это искреннее признание человека, материально вполне обеспеченного в жизни, полного сил и здоровья, но совершенно было упавшего духа по некоторым тяжелым обстоятельствам личной жизни. Словом, одна любовь была в старце той силой, которая подвязала его взаимообщение со всеми теми, с кем соприкасался он. И сила эта была великая. Она творила чудеса духовного возрождения. И, по слову святителя Златоуста, спасала болезненные души, готовые погибнуть, то подвергая их круткому наказанию, то удерживая при самом начале отпадений не только учением и наставлением, но и помощью молитв. И сколько таких людей, которые хранят в себе тайну своего духовного возрождения. Молитва о великом и многополезном служении старца не могла не дойти до священноначалия. И в награду за труды, поощрение их, в 1885 году и романах Варнава был удостоен права ношения на битерника. 29 сентября 1688 года Учрежденный собор Свято-Троиц Сергия Валавры ходатайствовал пред Святейшим Синодом о награждении отца Варнавы наперстным крестом. В 1190 году и романах Варнава назначается братским духовником. Воспитываемый до этого времени старцами-наставниками и сокровенным иноческим деланием, отец Варнава теперь сам становится воспитателем и духовным врачом людских сердец, открывавшихся на голос любви и сочувствия. Вечером обыкновенно приходили к нему духовные дети, монахи. И батюшка бывал им всегда рад. С какой любовью занимался он с ними, воспоминает один из них. С каким терпением выслушивал он наши неразумные вопросы, и как мудро и просто и отечески ласково наставлял он нас. Для братья монастыря двери келии и романаха Варнавы всегда были открыты. Когда монахи спрашивали его, можно ли прийти к нему, и когда, батюшка отвечал, во всякое время можете, как только свободны и имеете что-либо сказать мне, хотя самое маловажное по вашему мнению. Мы и сами советуемся и от того в грязи не валяемся. Старец всегда охотно принимал собратья. Он даже выговаривал бывало, когда не посмеет его сынок, беспокоит и сядет где-нибудь в сенях в ожидании, пока сам он не отворит двери. — Ты что же не постучал? Всегда, как придешь, стучи. За послушание стучи всегда, — говорил и романах Варнава. И когда бы ни пришли к нему его детки, утром ли рано, днем ли в часы отдыха или поздно вечером, никогда никто не замечал ни тени неудовольствия на лице его или в голосе. Любвеобильный старец не только не тяготился такими посещениями, но случалось и сам навещал своих чад, когда узнавал, что кто-нибудь из них заболел. Следил он за ними и во время несения ими послушания. Выйдет, бывало, в рабочую комнату и станет спрашивать, как они живут тут, не враждуют ли, мирны ли между собою. За ваши святые молитвы, батюшка, у нас все хорошо и мирно, пока скажут они. Ну и слава Богу, порадуется старец, а мне больше ничего и не нужно. Поистине счастлив был тот, кто пользовался его наставлениями и советами. Это был истинно добрый пастырь, который отечески ласково разумлял уклонявшихся от истинного пути, учил терпению, защищал слабых, но строг был с теми из братьев, кто причинял неприятности или заставлял страдать других. Войдет иной раз к старцу инок и начнет сетовать на себя. Батюшка, у меня все какой-то разлад в жизни, то в этом, то в другом согрешишь. Старец слегка хлопнет ладонью по лбу своего духовного сына, да и скажет, улыбаясь. Ах, какой ты у меня монах! Все грешишь, да грешишь! Ну, Бог простит тебя, сынок! С сегодняшнего дня положим доброе начало, будем исправляться. Вот так и так поступать, чтобы противостоять греху и виновнику его дьяволу. Водушевленный и наставленный старцем ученик становится на твердый путь духовной жизни, по возможности исправляется и совершенствуется в ней, благодаря Господу, что он имеет у себя такого опытного в иноческой жизни старца и дерзновенного пред Богом молитвенника. По свидетельству наместника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Павла, старец был силен духом в принятии на себя и несении немощи своих духовных чад, пока не поднимет их со дна погибели и не утвердит на пути ко спасению. Однажды, рассказывал архимандрит Павел, когда я был на соборе старшей брати Лавры для обсуждения дела об одном монахе Лаврском, к нам вдруг входит и ромнах Варнава, прибывший по своему делу, собственно, ко мне. Вот как хорошо, батюшка, говорю ему, вас-то нам и надо. Помогите нам в нашем недоумении. А батюшка на это с улыбкой говорит мне. Куда ж мне худому горшку, да с медной посудой знаться? Невольно рассмеялись я на это, но потом все же объяснили батюшке суть дела, о котором много рассуждали. Но не пришли никакому решению. Неблаговидное, даже прямо предосудительное поведение одного монаха, побуждало принять решительные меры к охраждению прочих братьев от различных нареканий. А с другой же стороны, собор не мог не принять во внимание и молодости виновного, и не оказать ему снисхождения. И романах Варнава, выслушав все, объявил, что берет на себя всю вину этого брата и сам будет отвечать за него везде, а его просил оставить в покое. И что же, брат этот так был признат своему неожиданному благодетелю, так впоследствии был предан ему, как сын духовный, что вскоре же стал неузнаваем по своему поведению и стал добрым и полезным иноком обители. Иногда, рассказывает один скифский инок, такая нападал на меня скорбь с унынием, что я просто приходил в отчаяние. Иду к отцу Варнаве, открываясь ему, батюшка скажет несколько поучительных слов, приведет какой-нибудь замечательный пример или притча. И смотришь, куда только и девал и скорбь, после этого думаешь, вот что значит опытный и благодатный старец. Находились среди братьев и противники таких отношений учеников к старцам, которые не видели пользы отхождения к нему, но не видели потому, конечно, что сами никогда не искали ее. Иногда сомнение высказывалось некоторыми вслух. Один ученик, иеромонаха Варнавы, монах скифский, шел однажды к нему в побыкновение поговорить с ним о себе. По пути сошелся он с другим иноком скита, который высказался, что не стоит ходить к батюшке, незачем. Нет, ходить нужно. Если я и умру, а ты все-таки ходи, сказал батюшка. Когда монах тот обратился к нему за советом относительно того, стоит ли в самом деле ему беспокоить старца своими посещениями. Украшенные истинным смирением иноки были особенно близки и любезны его отеческому сердцу. Но и малодушных деток своих отец Варнава всячески старался поддерживать и давать им время нравственно подрасти и окрепнуть. Заметит, бывало, старец какие-либо тщеславные помыслы и сейчас готов со своей помощью. Инокий Всеманского скита Н. передавал следующее. По пострижении нас, одиннадцать человек монашества, когда мы однажды пришли к старцу, последний по окончании беседы, смотря на одного из нас, говорит ему, «Вот, братья, вы теперь монахи, желание ваше исполнилось. Только священство добиваться грех, а к монашеству стремиться похвально». И святые отцы искали монашество, а от священства даже уклонялись. После брат, на которого батюшка смотрел, говоря эти слова, сознался мне, что он пред этим как раз думал об иродяконстве. Но строг был батюшка к тем, кто старался выслужиться перед начальством. Однажды в трапезной, когда все были в сборе, он сказал одному монаху, «Брат, не будь иудой, не бегай вперед жаловаться на подчиненных, а больше смотри за собой и исполняй свое послушание». Во время церковной службы, когда не было исповедников, и романах Варнава всегда уходил в алтарь и там молился, не замечая ничего окружающего. А духом уносился ввысь, к престолу того, кому он посвятил всю свою жизнь. В молитве он черпал силы, в молитве он находил покой. С какой верой он ежедневно, утром, преклонял свои старческие колена перед чудотворной черниковской иконой Божией Матери и перед иверской иконой Царицы Небесной, и долго молился, просяя помощи себе и тем, кто вверял себя его молитвам. Казалось, и в келье своей не находил он лучшее, отраднее для себя место, как только у налое перед образами. Только отдыхал он душой, усталый от страннической жизни. Тут обновлял он запас той великой нравственной энергии, которая до конца жизни его наполняла его кроткое любящее сердце. При своем неустанном труде иеромонах Варнава ввел строкую постническую жизнь. В течение всей первой страстной седмицы, а также в среду и пятницу Великого Поста, он вкушал лишь по одной небольшой просфоре в день, а когда келеник упрашивал подкрепиться, отец Варнава отвечал, «Ничего и не хочется больше. Поверь, всякое дело трудно только поначалу. А потом так легко и самочувствие такое приятное и хорошее. Да и всегда он довольствовался только самим необходимым. Всегда занятый, он, казалось, совсем забывал о себе и потолку оставался даже без сна. Впрочем, он и вообще спал не больше трех часов в сутки, почему его никто никогда не видел в постели. Как проводил он ночные часы у себя в келье, одному Богу ведомо, но можно с уверенностью сказать, что ночь, как единственное свободное у него время, проходили у него в совершении келейного правила, чтения, а иногда и в написании писем. Много раз заставали его ранним утром, в четвертом часу, за книгой или написанием чего-нибудь нужного, делового, записки или письма. При детской простоте своей души старец проявлял ту же простоту и в отношении своей внешности. Потертый ватный подрясник, обильно залитый воском, старенькая, полинявшая от времени ряса, летом и зимой суконная теплая шапочка, валеные или кожаные сапоги – вот и все его обычное одеяние. И сколько бывало не отбирают у него духовные дети его, старенькую, заношенную одежду себе на память, взамен изготовленные ими для него новые, батюшка всегда как-то умудрялся быть в своем обычном будничном виде. И едва ли кто видел его когда-нибудь иначе одетым. Даже тогда, когда он отправлялся по делам Москвы или Петербург, он совсем мало помышлял о своей внешности, в своей обычной домашней одежде и отправлялся в путь. «Батюшка, да вы бы переодели хоть ряску-то», скажут ему иногда, а он с неизменной шуткой ответит. «Ведь я по сбору, как нищий, хожу, вот рваному-то мне скорее и подадут». Вместо чая он пил и то лишь вечером, однажды в день, одну-две чашки кипяченой воды. Трапезные монастырские кушань и простой хлебный квас были его обычной пищей и питьем. Трапезу он не мог всегда посещать аккуратно, так как почти все время был занят с посетителями. Бывало нередко, что беседой с своим посетителями старец оставался целый день без пищи. Принесенные ему страпезы кушанья стояли нетронутыми до вечера. В честь Черниговской иконы основали ларвский скит все церковные законы непреложно он хранит. Скит черниговский преславный с деревенья городов лют стекался православный после будничных трудов. У Черниговской иконы совершались чудеса, на молитвы поклоны отзывались небеса. На молитвы поклоны отзывались небеса, отзывались небеса. Духовник, отец Варнава всех с любовью принимал. Сам он кроткого был нрава, скорбь народа понимал, предрекал порой Варнава. Прозорливец, знаменить, отойдет России слава, запустит этот скид. У Черниговской иконы совершались чудеса, на молитвы поклоны отзывались небеса. На молитвы поклоны отзывались небеса, отзывались небеса. Предсказание свершилось, благодатных чернецов, много бедствий разразилось над скидом со всех концов. Хоть и ставит нам преграды враг коварный до сих пор, но монахи очень рады, что открыт у них собор. У Черниговской иконы поклоны совершались чудеса, на молитвы поклоны отзывались небеса. На молитвы поклоны отзывались небеса, отзывались небеса. Ежедневно литургия совершается в святу, Матерь Божья панагия слезно молится Христу. Исцеляются все раны Братских келей алтаря утихают дураганы, всходит светлая заря. У Черниговской иконы совершались чудеса, на молитвы поклоны отзывались небеса. На молитвы поклоны отзывались небеса, отзывались небеса. Субтитры создавал DimaTorzok